итак привет сегодня я хочу тебе рассказать про то как работать с подрядчиками и как формировать цену для клиентов очень интересный вопрос и на разных этапах развития тебя как предпринимателя аркетолога ты будешь сталкиваться с различными вариациями да вот подрядчиков и понимание того как работать с клиентами сначала давай рассмотрим какие есть принципе виды подрядчиков да и в принципе как работать с клиентами самый простой вариант первый да там это когда ты делать что-то сам получается сам и продаешь клиенту вот это самый простой вариант самый оптимальный для тех кто только начинает свой путь в маркетинге там либо в каких-то услугах соответственно что здесь происходит предположим ты продаешь услугу по настройке рекламы да там таргетированная реклама вот соответственно ты называешь клиенту цену 15000 рублей предположим 15000 рублей это то что ты делаешь сам руками второй уровень второй вариант когда у тебя таких вот клиентов становится много то есть скажем сколько ты можешь взять клиентов по таргетированной рекламе в месяц ну скажем не знаю там ну 5 на 5 ты максимум 5 человек максимум соответственно если у тебя больше пяти клиентов то ты уже не справляешься один тебе нужно уже что-то делать как правило люди естественно нанимают либо помощника либо пытаются делегировать то что они делали руками объяснить это кому-то чтобы это делали за них таким образом что получается у нас уже появляется дополнительный звено дополнительный уровень формирования цены то есть когда мы делали все сами это стоило 15000 рублей получается здесь сам плюс кто-то да плюс кто-то и клиент клиент здесь получается значит 15000 рублей мы уже платим не себе а человеку который это делает руками так же как мы когда-то плюс наша какая-то прибыль ну маржа скажем 5000 рублей ну и клиент для клиента эту услугу стоит уже 15 тысяч рублей а 20 понятное дело что у человека который делать руками у него основная услуга он предоставляет настройку таргетированной рекламы но нужно клиенту объяснить почему у вас стоит это дороже чем если бы он скажем обращался конечнику вот как правило здесь накидывается ценность именно в качестве общения сервиса переговоров с клиентами отчетами какими-то вот это дополнительная ценность которая добавляется здесь за счет того что мы дороже представляю свою услугу 3 уровень вот это уже такой типа high level начинается когда у вас этих клиентов не 5 не 10 уже скажем 20 либо клиент уже становится крупными то есть там нужно не только скажем таргетированная реклама но еще что-то в общем вы уже формируете полноценный штат сотрудников соответственно там у вас получается сначала было сам тире клиент сам плюс кто-то тире клиент сам плюс кто-то вот так вот напишем да тире клиент здесь как правило накидывается стопроцентная маржа из получается 15 тысяч рублей платится менеджеру плюс 15 тысяч рублей на смысле вот менеджер потаргетированной клиент соответственно здесь что происходит здесь помимо вас основателя данного мини-бизнеса помимо менеджера который настраивает рекламу есть еще дополнительные расходы появляются такие как скажем аккаунт менеджер бухгалтер там не знаю там оплата за офиса за телефоне за сером за маркетинговые расходы привлечения этих клиентов за дизайнеры который кп вас делает вот это простая естественно формула того как мы формируем цену для клиента да и как мы работаем с скажем подрядчиками с партнерами давайте посмотрим теперь с другой стороны мы сейчас смотрели со стороны клиента на формирование цены на то есть как мы называем цену примерно чтобы в голове понимали еще раз если мы делаем сами у нас цена x если мы соответственно делаем уже не сами отдаем кому-то техническую работу делать руками мы как бы занимаемся продажами мы накидываем примерно 20-30 процентов сверху если делаем не мы руками делают люди уже то есть несколько человек то есть один не справится то мы накидываем сто процентов это примерно такая вот градация того как работать с клиентом формировать цену это условно конечно понятно что в каждом случае по разному там формируется зависимости от индивидуальной какие-то потребности клиента да и вообще в принципе там его задач но плюс-минус это так теперь давайте посмотрим с нашей стороны как нам работы с подрядчиками первое что вам нужно понять что первое правило я его так для себя назвал это найти конечника да вот это мое правило там запишите себе найти конечника что это значит вот скажем если вы до предприниматель такой начинающий который был были есть крутые крутой специалист да вы всегда делали руками на какой-то момент вы понимаете что ну не можете вы уже делал все руками вам нужно масштабироваться если вы хотите зарабатывать больше 300 тысяч рублей в месяц то вам любой момент какой-то определенный момент нужно будет задуматься о том что нужно будет вам нанимать команду на то есть формировать команду делегировать задачи вы же себя не клонируете соответственно вам нужно находить людей которые будут что-то делать за вас а вы будете отвечать за более стратегические задачи таким образом вы формируете команду то есть вы уже поднимаетесь с уровня обычного специалиста специалист на специалист на уровень стратег стратег но при этом когда вы находите клиента но скажем здесь клиента клиент ваша задача правильно назвать ему цену цена нажимать конкурентная на рынке интересно вкусно и нести больше ценности чем как бы вы называете клиент чтобы он согласился чтобы это произошло у нас цена должна быть сформирована конкурентно поэтому наша задача всегда находить конечников то есть вот таких вот специалистов которые мы были раньше что может быть по-другому по-другому может быть так что скажем вы думали что нашли специалиста он назвал вам цену скажем за там в 30 тысяч рублей предположим да вы думаете ну крутой специалист а на самом деле это не конечник это перекупщик то есть чувак который просто оформил свои социальные сети вконтакте инстаграм не за сайт сделал рекламу запустил а на самом деле на него работают вот эти вот конечники специалисты да то есть получается это не конечник это не специалист специалисты ниже специалисты да вот и они зарабатывают 15 тысяч рублей за работу 15 соответственно он берет маржу 15 тысяч рублей это его прибыль но при этом вы переплачиваете просто за дополнительное звено и за дополнительную какую-то волокиту которая вам не нужна потому что общаться от этот всегда проще чем общаться с тремя людьми понимаете да то есть получается вы ему кидаете какой-то запрос а он кидает запрос этому своему конечнику специалисты этот ему возвращает это вот так вот возвращают вам то есть это более длительная коммуникация это дороже и как правило вот эти чуваки перекупщики не не особо шарит в том что дело делает специалист конечник поэтому могут возникли какие-то проблемы поэтому всегда ищите конечника вот это правило самое важно если вам было интересно ставьте лайки пишите комментарии подробнее об этом я рассказываю в своем новом курсе называется комнаты если вам интересно можете написать мне в личку в директ за там куда нибудь вот и спросить вот ссылочку я думаю прикреплю спасибо